Слава нашему Господу, братья и сестры! Хочу напомнить очень важное свидетельство для каждого из нас. Это первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Мы, возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим, как Он есть. Еще одно место хочу напомнить такое. Послание Галатам, 4 глава. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Наши дети – это наши наследники. И вот пока они в детстве, они как рабы. Почему, как рабы? Не потому, что они презираемы, унижаемы. Нет, не поэтому. А потому, что они находятся полностью под властью своих родителей. И когда они вдруг проявляют неповиновение родителям, то родители этим огорчаются, могут даже разгневаться, могут даже наказать. И вот Бог говорит через пророка Малахио. Помните, там есть такое место. Он говорит, что они будут моими, и я буду их миловать, как милует отец сына, служащего ему. Вот есть дети, которые служат своим родителям, а есть, которые не хотят. Ну, своевольные, да, бывают дети такие, непослушные. Вот у них есть свое мнение. А я хочу вот так. Вот он понимает, что вот так правильно. Я помню, мой сын один, ему было еще, наверное, три года. И мы пришли к нам в гости, и мы так сидим за столом, пьем чай. И вдруг распахиваются две створки двери из зала. И он так вышел, и говорит, вот так я решил поступить. Я так посмотрел, думаю, вот это заявление, что будет дальше. Вот, ну, я хочу сказать, что в каждом человеке есть, конечно, свои взгляды на жизнь. И хотя они еще и еще маленькие, эти люди, это еще дети. Но они уже имеют какое-то свое представление. Может, оно неправильное, зачастую неправильное. Потому что Павел говорит, я когда был младенцем, то по-младенчески на все смотрел. Мыслил, рассуждал и поступал. А когда возрос, то, говорит, я младенческое оставил. А зачем оставлять, если оно правильное? Похоже, было не все правильно. Младенческое надо оставлять, переходя в другой возраст. И вот, я хочу сказать, что дети наши, как и мы сами, в свое время, мы росли, взрослели, и нам хотелось скорее стать взрослыми. Всем хотелось стать взрослыми? Взрослые, скажите, или нет? Или кому-то хотелось оставаться маленьким, чтобы его на руках носили лет, ну, хотя бы до 18, пока паспорт уже получит, там, 16, да, и 18 получит самостоятельность. Но уже на работу надо своими ногами идти. Все хотели стать взрослыми. Я помню, я так мечтал, думаю, я стану взрослым. А для чего нам нужно было быть взрослыми? Почему мы этого хотели? Мы хотели приобрести самостоятельность. Мы хотели освободиться вот от этой власти, которая над нами давлела, родительская власть. И мы хотели поступать так, как мы считаем правильным. И вы знаете, вот в силу того, что над нами тяготела родительская власть, и многие вещи, которые требовали от нас родители, нам не нравилось, но нас заставляли, мы делали. То сознание и понимание взрослости, оно было зачастую связано с тем, чтобы сделать наоборот. Вот если ты поступаешь наоборот, то ты уже независимый. А если делаешь так, как тебя учили родители, то ты, значит, по-прежнему находишься под ихней властью. Понимаете? Такая логика. Она, может, порочная, но она присутствует в сознании. Только те дети, которые воспринимали родительскую волю как правильную, абсолютно правильную, и те, которые не противостояли этому, там, а я с этим не согласен, или еще каким-то образом. Только те дети, они и продолжали жить по тем заповедям, которые им внушили их родители. Но многие, я в том числе, я был, можно сказать, из числа бунтовщиков. Я имел свой взгляд на жизнь, хоть я ее еще и мало понимал, но мне хотелось быстрее освободиться и делать так, как хочется мне. Вы знаете, у многих детей, особенно в мирских семьях, это связано со многими даже пороками и грехами. Вот взрослые люди там, они себе позволяют курить, или там еще какие-то делать вещи. И это признак взрослости в сознании детей. Это извращенное восприятие. Но, тем не менее, они понимают, что это разрешено было только взрослым. И наши дети, даже верующие, они, попадая в этот мир, они сталкиваются со всеми этими явлениями. И они тоже, раз они сталкиваются, они об этом рассуждают, размышляют, и говорят, а почему им можно, нам нельзя? А почему именно нельзя? И вот эти вопросы, они постоянно возникают. И хорошо, если ребенок, он воспринимает отца, мать, как надежных источников информации, или же того, чему они их учат. И они верят, что мой отец правее всех остальных. Не знаю почему, но только даже потому, что он мой отец. Но не у всех детей такое знание. Знаете, Павел говорит, что мы веруем, что Бог един, нет другого Бога, кроме единого. Но не у всех такое знание. Даже у верующих людей есть люди, которые признают идолов. То есть, что у идолов есть своя сила, и она может повлиять, она может войти и вторгнуться в мою жизнь. Но тот, кто верует, что нет другого Бога, кроме единого, моя жизнь в его руках, я ему принадлежу, и ко мне больше никто не может касаться и вторгаться в мою жизнь. Я живу упованием на Бога, я принадлежу ему. Тот человек силен, он способен преодолевать и не бояться ничего. То вот так и у детей. Их отношение к родителям, оно может быть полным доверием к ним, а бывает, что они сомневаются в родительской правоте. На том могут быть свои причины, это естественно, потому что родители – это тоже люди. Они тоже допускают ошибки в своей жизни, и эти ошибки могут приносить отрицательное, можно сказать, явление такое в жизни и в сознании детей. То вот Христос однажды, Он привел такую притчу, очень нам известную, я, наверное, больше всего проповедей слышал именно на эту притчу. И Он говорил о том, что у одного отца было два сына. Я не знаю, насколько был плох или хорош этот отец, но, во всяком случае, в этой притче он является образом Отца Небесного. И вот у него было два сына. У него был дом, было имение, было много скота, я уверен, там поля у него были. И дети могли заниматься работой и приумножать родительское имение, чтобы потом его наследовать. И вот дети выросли, и младший сын, он подошел к отцу и, смотрите, и говорит, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». То есть то, что должно принадлежать мне, отдай мне, отец. Ты, сынок, жениться собрался или какие цели у тебя? Нет, папа, просто отдай. Есть же тут моя часть? Есть. Ну отдай ее мне, я хочу ею распорядиться по-своему. Может быть, он видел, знаете, современные люди, молодежь, они, ну как, более современные, чем их родители. То есть они получают образование современное. Они знают современную финансовую ситуацию, ну в какой-то мере хотя бы. Они уже знакомы там с курсом доллара или еще какие-то экономические отношения. И они видят, что папа приотстал в этом. Он там довольствуется своей работой, ему вроде там сильно много, и знать не надо. У меня перспектива, у меня жизнь впереди. Мне нужно это знать, человек никает, учится в колледже, в университете, учится, познает, получает высшее образование. И он понимает, что я лучше ориентируюсь в этих вещах. И если мне сейчас получить свою часть имения, я ею смогу распорядиться лучше, чем папа. Мои доходы возрастут, может быть, не в десятки, но в разы, как минимум. Я лучшее смогу управить. И я не раз слышал даже такие, ну, своего рода как притчи, что дети, когда им еще 15-16 лет, они говорят, мой папа ничего не понимает. Когда ему становится там 20-25, он говорит, вообще-то мой папа кое-что в жизни понимает. А когда ему уже за 30 перевалит, он говорит, мой папа самый умный человек. Потому что папа всегда давал разумные советы, а восприятие ребенка они казались ошибочными. То вот похоже, что и этот сын, он подрос, он был современник своего времени, и его взгляды на жизнь казались ему абсолютно правильными. Он говорит, папа, дай мне следующую мне часть имения. Знаете, похоже, папа был не глупый человек. Он не стал с ним спорить, не стал держаться за эту часть, пока я живой, через мой труп, там, или еще, знаете, родители разные аргументы приводят для того, чтобы там поставить ребенка на место. Он сказал, ну, пожалуйста, ты вырос, сынок, получай. Сделал эту часть, отделил, не знаю, в деньги перевел, наверное, и вручил ему, и сын пошел. Знаете, я не думаю, что этот ребенок, он был блудный. Он не был блудный по своей натуре, по своей природе, по своему воспитанию, которое он получил в этой семье у отца. Этот ребенок, он просто обольстился мыслью, что он сможет лучше. Есть тот, который увлекает и обольщает сознание людей, который работает, который находит такие вещи, которые могут повлиять на сознание ребенка. Если ребенок не поделился с отцом, и отец вовремя не объяснил, что это обманчивое понимание, или с матерью, и он, ну, часто дети все-таки, ну, они все равно держат свое при себе, то эти мысли, они обольщают человека, и внушают ему, что ты сможешь лучше, что ты превосходнее. Это горделивая мысль. Это человеческое «я», оно ищет свое место в обществе. Свое место, и это не просто должно быть место, это должно быть авторитетное место. Это место, где тебя должны признавать, с тобой считаться. И вот этот молодой человек, с карманами набитыми деньгами, появляется в обществе. У него сразу появляется масса друзей, вот таких людей, у кого есть деньги, и он не при деле, он только пришел и осматривается в обществе, у него сразу появляется масса друзей, потому что у него есть деньги. И эти друзья, что же они скажут, слушай, ты там это самое, смотри, не будь глупым, все понимают, скажи ему, что ты будешь глупым, ты сразу попадешь в черный список, ты в число друзей уже не попадешь. Все друзья начинают, что делать? Они начинают льстить, они начинают говорить, о, да, какой ты умный парень, ты вовремя взял свою часть, ты теперь сможешь ей правильно распорядиться, пошли выпьем за это дело. Говорят, ну а что, денег много, ну немножечко потрачу. Ну, сегодня повеселимся, шашлычки пожарим, все это сделаем, а завтра возьмусь за бизнес, за дело возьмусь. Вы знаете, на завтра пришло похмелье, потом еще одни шашлыки, а тут в ресторан позвали, а там девушек пригласили, веселая компания, на озеро выехали, природой насладились, и пошла, закрутилась жизнь колесом, сплошная цепь удовольствий. Пришел в себя, когда деньги кончились. Как только оказалось, что денег нет, и друзья узнали, что их нет, и друзей не стало. Потому что, то есть его кормить уже надо, за свой счет, он уже нас кормил, у него кончились, теперь его надо кормить, кому он нужен, то есть себя надо хоть как-то продержать. Друзья разбежались, он остался один в чужой стране. Деньги кончились. Он и не думал, что это произойдет так быстро. Деньги уходят очень быстро. У меня есть один друг, он сейчас в Польше живет, вот он покаялся в зоне. Три раза сидел за воровство, и там проповедовалось, и он покаялся. Вот он мне рассказывал. Говорит, что, а он жил в Сочи, знаете, это такое место, курортное место в России, и когда мама умерла, они с братом разделили, продали квартиру, разделили место, там дорогое, и жилье дорогое было, и он получил свою часть, он говорит, я думаю, ну да ты что, столько денег, и у него там были, говорит, у меня были свои планы, куда их вложить, там, каким бизнесом заняться, но решили с женой съездить, там, туда, съездить сюда, там, ну, немножко расслабиться, отдохнуть, уже верующие люди были. Но он говорит, я не заметил, как в мои деньги все улетели, я был в шоке. Деньги имеют такую способность делать крылья, знаете, написано в притчах, богатство, оно может сделать крылья и улететь, оно улетает. Так и у этого молодого человека, он никогда не имел опыта финансовых отношений, деньги его улетели, и он остался ни с чем. И он попытался как-то восстановить свой статус, попытался исправить ситуацию. Он что ему делать? Пошел на работу. Но инженером его не взяли, потому что у него не было образования соответствующего. Его не взяли на хорошую должность, потому что, наверное, там надо было резюме заполнять. А у него никакой истории практически. У него в послужном списке шашлыки, природа, девушки, водка, вино и прочие наркотики, там может быть еще. Что он может представить? Кто его возьмет на хорошее место? Его взяли на самое подходящее для него место пасти свиней. И вот он пасет этих свиней, голодает, он бедствует. Свиньи рожки едят. Вот он попытался туда руку запустить, в это корыто, у свиней взять. Свиньи, поделитесь со мной. А ему по рукам. Куда? Это не твое, это свинячее. Ты даже на это не имеешь права. Вы знаете, здесь наступает такой очень важный момент. Иисус говорит, пришедший в себя сказал. Знаете, он пришел в себя. Пришел в себя. То есть, он пришел в свое нормальное состояние. Обольщение схлынуло. Обольщение своими способностями, своей красотой, может быть, внешней, своей славой, популярностью, которую ему внушали его друзья, которые веселились вместе с ним на всех этих увеселительных вечеринках и заведениях. Это все схлынуло. Обольщение ушло. Реальность жизни отрезвила его. И он пришел в себя. То вот, когда он пришел в себя, он увидел себя таким, как он есть на самом деле. И вот это вот трезвое состояние, оно ему сказало. У тебя есть отец. Иди к нему. И он говорит, сколько наемников, не детей, нет, не детей, наемников у отца моего, там, у него, избыточествуют хлебом. Не то, не просто едят, не просто едят, не просто наедаются даже, они избыточествуют. Вот они ели, ели, наелись, еще осталось, не знают, куда деть. Они избыточествуют хлебом. У отца моего избыточествуют хлебом. А я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою. и уже не достой называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его, отец его и сжалился. Побежав, пал ему на шею и целовал его. Знаете, отцы бывают разные. Есть отцы мягкосердечные, которые, может быть, жалели его еще когда он только уходил. Наверное, у отца было огорчение в сердце, когда сын уходил. Может быть, он не сразу и сжалился над ним, сожалел о нем. Может быть, понимал, что надо ему пройти в жизни что-то, перенести скорбь, трудность. но, тем не менее, он его ожидал, потому что отец увидел его, когда он был еще далеко. Другие, может быть, его не увидели, другие не ждали. Отец ждал, когда он еще был далеко. Он увидел, сердце отца наполнилось сожалением и состраданием. Знаете, у нас, у людей есть такое глубокое представление о справедливости. У нас, у каждого есть понятие о том, что справедливо, что правильно, что праведно, что чисто. И мы с позиции своей вот этой праведности и справедливости оцениваем свои поступки, оцениваем поступки своих детей, оцениваем поступки ближних своих и так далее. То вот отец, смотрите, какое было его великодушие отца, что он увидел сына, сжалился, и он даже не стал ему напоминать и говорить, ну что, сынок, понял что-нибудь? Он даже этого не стал говорить. Он видел, что он и так уже все понял. И вот он встретил своего сына, побежал, пал ему на шею, целовал его, радость встречи, и сын начинает признаваться, отче, я согрешил против неба и перед тобою, я не достоин, я не достоин, даже не то, чтобы быть, называться сыном твоим, прими меня в число наемником. Отец возвращает ему, возвращает ему его сыновний статус, он берет лучшую одежду, перстень, убавь на ноги, говорит, приведите откормленного теленка, заколите и будем станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Вы знаете, вот есть вещи, которые Бог, Бог, Он настолько свят, чист и совершенен, что нам до Его святости никогда не дотянуться, никогда не дотянуться, мы всегда будем недостаточны. Для этого Бог сделал мост между нами и им, это Иисус Христос. Он сказал, через Него, ради Него, во имя Его вы имеете доступ. Говорит, я вселюсь в сердца их, буду их Богом, они будут моим народом. Через что? Через кого? Через Иисуса Христа. И мы приобрели это сыновство. Я прочитал первое место, Иоанн говорит, возлюбленные, мы теперь никто не будь, мы теперь дети Божьи. Посмотрите, мы все очень разные. Есть дети послушные, есть дети покорные, которые слушаются с первого раза, есть дети, которым надо внушать, которых надо, может быть, даже силой приводить или же путем каких-то житейских обстоятельств человеку внушить, чтобы он понял, что Бог все-таки желает сделать тебе благо и проявить в тебе свои отцовские чувства. Но мы все дети Божьи, хотя сейчас, если посмотреть, еще не открылось, что именно мы будем. Где то совершенство детей Божьих, которое должно у нас открыться, оно еще призрачно даже для нашего взгляда. Мы этого можем, нам бывает трудно в ближнем, вот в брате, который сидит с тобою в одной церкви. Бывает в нем это трудно рассмотреть, что он действительно дитё Божие. Мы только верой можем принять, раз он здесь, это его Господь сюда привел, и он есть дитё Божие. Еще не открылось, что будем. Но когда откроется, мы увидим, потому что будем подобны ему, как он есть. Вот он совершенен, он святой, он чистый, неукоризнен, и мы будем точно подобны ему, такие, как он есть, потому что мы примем это от него. Он искупил нас, он нас сделал детьми Божиими. Знаете, если подумать, что вот какой был хороший старший сын, какой был порядочный человек, с отцом не расставался, жил с ним, работал с ним. Но вы знаете, когда он услышал звуки музыки, веселье там, запах мяса жареного ощутил, еще не доходя до дома. Вы знаете, запах хорошо разносится в сельской местности. Он говорит, а что это там за веселье такое? А тут и слуги и говорят, что ты знаешь, сын твой, брат твой вернулся, какой? Да вот он что, помнишь, имение взял, ушел. Так он же там, мы слышали, он там проводил распутную жизнь. Да, но он вернулся, и отец его принял, и одежду ему лучшую дал. А где он взял? Может, и твою взял? Я не знаю. Ему отдал. И персень ему на руку, и обувь ему на ноги. Чувство справедливости взыграло в сердце брата. Как же так? Я тут пашу изо дня в день на полях стада пасу, работаю, приходит к папе. Батя, что это такое? Что это такое? Я тут тебе послушен, я все делаю, ты мне ни разу даже козленка не дал повеселиться с друзьями моими. Знаете, нам кажется, что если мы достойные люди, то нам только и надо делать, что веселится. Нам только и надо делать, что вот у нас есть, и мы можем этим пользоваться. Знаете, отец сказал очень интересную фразу. Он говорит, сын мой, ты всегда со мною. Знаете, это очень важное состояние, быть всегда с отцом, быть всегда с ним. мы мы даже можем привыкать к этому, как к обыденному и к будничному, что Бог всегда присутствует в нашей жизни, что он руководит нас своим советом, что он дает нам переживать его радости. И мы привыкаем даже к этому. И нам кажется, что должны быть какие-то еще особые праздники. отец говорит, ты всегда со мною, мы всегда с тобой можем решить и вопрос радости, и вопрос скорби, печали, что-то постигло. Я всегда с тобой, ты со мной рядом. И все мое твое, ты всегда мог это взять, и ты знаешь это состояние. Если тебе действительно нужно было порадоваться, повеселиться, но для веселья и для радости должен быть настоящий повод. Смотрите, а о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой, вот этот брат твой, который пропадал, который был погибший, он ожил, пропадал и нашелся. Вот это настоящий повод для веселья и для радости. А то, что ты хотел просто друзей своих ублажить. Ты знаешь, ты мало чем отличаешься от брата, когда он взял свое имение и пошел тоже с друзьями там ублажать их, веселить, и в это веселье стало входить много из того, чего и не должно было быть в жизни. Знаете, мы часто празднуем такие вещи, о которых и не надо, которые и не надо праздновать. А вот это, это действительно событие. Вот об этом стоило и радоваться, и веселиться, и перстень золотого не пожалеть, и одежду лучшую отдать. И вот это истинное веселье. Старший брат тоже оказался, может быть, не на лучшем уровне. Но я хочу сказать, что Бог, когда строит с нами отношения, помните, как апостолы сказали, угодно Духу Святому и нам. Казалось бы, а кто вы такие? Вы же просто люди. Но они сказали, угодно Духу Святому и нам. Вы знаете, они поняли вот эти принципы отношений с Богом, который через Иисуса Христа снизошел на уровень человека. И вот это старший брат, он был по поведению лучше, чем младший. Может быть, он больше понял что-то в жизни, он все-таки старше был. Но он все равно был далек от совершенства. И мы видим, что его несовершенство тоже открылось. Мы часто бываем требовательны к своим детям, потому что они у нас на положении наследники, но ничем не отличаются от раба. И мы требуем от них, как от взрослых, этого понимания, этого сознания, таких оценок, к которым мы сами пришли, может быть, спустя 30-40-50 лет. Это оценили и хотим, чтобы наши дети это же самое поняли уже сейчас. знайте, часто, что руководит нами? Наша гордость. Нам хочется, чтобы о наших детях люди говорили только хорошее, чтобы наших детей ставили в пример. Мы бы шли, нам бы говорили, ой, брат Вася, какие у тебя дети? А бывает так, что говорят, какие у тебя дети? Одна и та же фраза, сказано по-другому. И человек ходит, ему бывает стыдно за своих детей. А мало того, что стыдно, а мы еще начинаем вымещать на этих детях наше вот это унижение в глазах людей. Они же нас опустили в глазах людей своим поведением. И мы начинаем им мстить. Приходим и начинаем вымещать. Здесь законы немножко сдерживают эти порывы, но тем не менее мы все равно очень ревнивы и ревностно бываем в этих вещах. И от этого возникает разрыв между поколениями. Дети обижаются. Увидев какие-то может недостатки в поведении отца, они начинают ему говорить, а ты сам вот такой. Знаете, Христос говорил, Бог посылает дочь на праведных и неправедных. Он дает хлеб и тем, и тем. он говорит, вот когда вы будете делать доброе всем людям, не оценивая, а ты добрый, вот тебе я сделаю. Ты хороший, ты праведный, ты такой-такой-такой, вот выбрал себе десяток надежных праведников и служишь им. Нет. Он говорит, вы только тогда будете сынами отца вашего небесного, когда вы будете делать добро всем, когда ваше великодушие, оно покроет недостатки людей, когда ваше сердце будет настолько расширено, что в них не будет тесно. Мы с вами будем молиться сейчас. Я хотел бы предложить помолиться как за детей, за которых мы всегда молимся, хотим, чтобы они были хорошие, чтобы они нас не унижали, чтобы они были достойными представителями наших семейств. Я предлагаю помолиться из-за родителей, потому что, вы знаете, как это нам нравится или не очень, скорее всего не очень, но Бог наказывает вину родителей в детях до третьего и четвертого рода. Поэтому, если мы честны перед Богом и перед собой, мы можем увидеть, в поведении наших детей самих себя и признать Господь, он же от меня это все перенял, это ж я в детстве, это ж точно вылитый, Господи, помоги мне быть милостивым к нему так, как были милостивы ко мне мои родители, как они меня терпели, хоть и наказывали, но тем не менее, они меня вырастили до должного возраста. Мы дети Божьи, мы все разные, есть сложные натуры, есть попроще, есть мягкие, есть жесткие, но Бог никого из нас не отверг. Мы не только называемся, мы и есть дети Божьи. и каждого из нас Бог проводит по нашим жизненным ситуациям, проводит через трудности и скорби, проводит через печали, потому что при печали лица сердце делается лучше. Бог воспитывает нас и в конце концов приводит нас в состояние тех людей, в которых должен открыться Иисус, Сын Божий. Да поможет нам в этом, помолимся об этом. Аминь.